КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ С неожиданно упорным сопротивлением передовые части российской армии сталкиваются у села Комсомольска, где окопался отряд известного полевого командира Руслана Гилаева. При вылете на боевое задание пилот штурмовика Су-25 заметил военный грузовик, который на большой скорости двигался по направлению к этому селу. Определить из кабины самолета принадлежность грузовой машины было невозможно. Нужно высокоточное попадание. Высокоточное попадание. Метры от той точки, куда вы прицеливаетесь. Во-вторых, нужно, чтобы сам боеприпас свое действие произвел, но при этом не пострадало все то, что не должно пострадать. И пилот штурмовика решился на необычный манер. Сначала одну бомбу сбросили впереди идущей машины, а вторую сзади по этому мосту. Впереди мост развалился и сзади, а посередине стоит машина. Оказалось, что в грузовике был отряд боевиков, спешивших на помощь отряду Гилаева. Бандитам оставалось только сдаться подоспевшим десантникам. Ювелирная точность уничтожения моста стала возможной благодаря тому, что пилоты применили высокоточные управляемые авиабомбы с лазерной головкой самонаведения КАБ-500. Высокоточное оружие, оно специфично тем, что оно должно применяться по точечным объектам, особо важно. Евгений Шахиджанов стоял у истоков создания практически всех моделей отечественных управляемых авиабомб. Сегодня он возглавляет московское научно-производственное предприятие «Регион». О том, что наша армия располагает арсеналом самых современных высокоточных бомб, долгое время не было никакой определенной информации. Сегодня мы впервые сможем лишь слегка приподнять завесу таинственности, которая всегда окружала это направление военных разработок. Наш рассказ о непростой и драматической истории создания отечественных управляемых авиабомб. Авиабомбы 1938 год. После присоединения Австрии и Чехословакии к фашистской Германии, многие были уверены, что угроза новой мировой войны ослабла. Но Гитлер уже заявляет о своих новых претензиях на часть польских территорий, демонстративно продолжая наращивать военную мощь своей армии. Руководитель немецкого авиационного института ДВЛ Макс Крамер представляет в рейс-канцелярию проект необычной бомбы с подвижным хвостовым оперением. Такая конструкция позволяла корректировать полет бомбы с помощью радиосигнала. Финансирование проекта началось немедленно. Тем более, что к тому времени немецкая разведка получила совершенно секретную информацию от своего резидента в Москве. 18 августа 1938 года. Берлин. Имперскому министру вооружения и военной промышленности Германии. Совершенно секретно. Военной разведкой Рейха получены сведения об испытании в России управляемой планирующей авиабомбой. По визуальной оценке агента, после отделения от самолета бомба пролетела более 20 километров. Во второй половине 30-х годов в Советском Союзе испытывались более 10 видов управляемых авиабомб. Боезаряды в полете автоматически наводились на цель с помощью прикрепленных к корпусу бомбы датчиков инфракрасного излучения. Система наведения срабатывала на любой источник тепла. Если посмотреть те технические идеи и те решения и предложения по созданию такого радиоуправляемого тогда оружия, они были продвинуты очень далеко именно здесь у нас. В качестве первых мишеней для советских управляемых помп использовались обычные костры, которые специально разводились на полигоне. Но к началу Великой Отечественной войны эти работы так и не были доведены до конца. В силу общей отсталости нашей промышленности, да и вообще неготовности еще технологий для такого рода оружия, в смысле масштабов, размеров, совершенства, надежности, все-таки это были просто отдельные проекты. В период Второй мировой войны бомбовые удары стали одним из ключевых факторов ведения боевых действий. Но с увеличением скорости самолетов стала стремительно падать точность бомбометания. Одним из самых страшных последствий стали огромные потери среди мирного населения. Оружие слепое, точно не прицеливается, поэтому основные разрушения во время Второй мировой войны были нанесены авиацией. Единственным способом решения этой проблемы могло стать создание управляемого бомбового оружия. Первое такое более-менее применение удачное такого управляемого радиоуправляемой бомбы было применено немцами. 9 сентября 1943 года. Итальянский диктатор Бенитто Муссолини отстранен от власти. Новое правительство подписало договор о перемирии со странами антигитлеровской коалиции. Основные силы итальянского флота вышли в море, чтобы сдаться войскам союзников. Появление в небе на большой высоте нескольких немецких бомбардировщиков не вызвало особой тревоги у моряков. Бомбовые атаки своих вчерашних союзников итальянцы особо не опасались. Неожиданно авиабомбы в полете начали изменять свою траекторию и будто руководимые кем-то сами стали приближаться к кораблям. В результате точных попаданий вошел ко дну флагманский корабль итальянского флота «Рим» и выведен из строя линкор «Италия». Так мир узнал о том, что на вооружении гитлеровской Германии уже есть управляемые бомбы. Они назывались «Фритц-Х». После Второй мировой войны эти работы кругом продолжали проводиться, особенно интенсивно американцами. 1951 год. Военная операция США против поиск Северной Кореи превратилась в полномасштабную войну. Именно в это время американская фронтовая авиация стала пополняться реактивными самолетами. Но точность бомбометания новых машин оказалась удивительно низкой. Счет непреднамеренных бомбардировок собственных позиций американскими летчиками исчислялся десятками. Стало очевидно, что новый тип авиационной техники требует как специальной подготовки пилотов, так и изменения принципов использования бомбовых зарядов. На фронт срочно стали перебрасываться опытные образцы пятитонных самонаводящихся бомб «Торзон». 19 июля 1951 года. Хиньян. Главному военному советнику при командовании Корейской народной армии. Совершенно секретно. При нанесении бомбовых ударов в районе города Инчхон, мною было визуально зафиксировано применение американской авиации «бомб», которые изменяли траекторию своего полета и с высокой точностью поражали объекты атаки. Советский военный консультант при армии КНДР. Советское руководство отреагировало на эту информацию из Кореи очень оперативно. Уже 15 октября было принято постановление правительства о создании отечественных управляемых авиабомб. Руководителем программы был назначен Александр Надерац. Испытания первой управляемой бомбы «Чайка» начались уже через два года на полигоне Владимирка. Бомбометание проводилось самолетами Ил-28. В отличие от зарубежных аналогов, «Чайка» была оснащена треугольными крыльями, что увеличивало ее маневренность. После сброса «Чайка» пролетала вперед 4 километра вслед за самолетом, а затем возвращалась к цели, когда самолет уже выходил из зоны обстрела. Статистика боевой эффективности новых бомб была очень высокой. Для полного уничтожения цели величиной из дом требовалось 4 управляемых бомбы. Расход обычных авиабомб для решения такой задачи превышал 160 боезарядок. В 1955 году было подписано постановление о принятии управляемой авиабомбы «Чайка» на вооружение. Но через два года распоряжением советского правительства все работы по этой теме были прекращены. Вы же помните, какую печальную участь постигла нашу авиацию в годы правления товарища Хрущева. Авиация-то вообще была чуть жива. И последствия этого расхлебывать пришлось еще долго. Александр Надирадзе был направлен на разработку баллистических ракет, а эскадрилья Ил-28, оснащенных «Чайками», отправилась на металлолом. 1972 год. Седьмой год продолжается война во Вьетнаме. В марте начинается знаменитое пасхальное наступление северо-вьетнамских войск. Особенно кровопролитные бои ведутся в районе города Ан-Лок. 23 апреля 1972 года. Сайгон. Старшему советнику третьего корпуса АРВ. Секретно. На данный момент положение гарнизона Ан-Лок близко к катастрофическому. Мы испытываем острейшую нехватку боеприпасов. Переломить ситуацию на фронте может только резкая активизация авиации США. Прошу употребить все ваше влияние для оказания нам помощи. Особенно остро в эти дни для американской авиации стала проблема уничтожения мостов и переправ. Остановить наступление северо-вьетнамских войск можно было только лишив их возможности подвозить боеприпасы. Поэтому стратегически важное значение приобрел мост у города Тхань-Хао. Он, конечно, хорошо защищался, во-первых, со стороны вьетнамцев, и поэтому многочисленные вылеты и применение обычного оружия, обычных авиабомб, многочисленные выводы не приводили ни к какому результату, потому что промах слишком был большой. 600 раз в течение 7 лет американская авиация безуспешно атаковала этот мост. На него было сброшено 4000 бомб. В критический момент наступления войск северного Вьетнама американское командование решило применить при атаках этого моста управляемые авиабомбы МК-83 с лазерной головкой самонаведения. Мост был разрушен. Мост, хотя он восстанавливался потом вьетнамцами, но все-таки трудности возникли очень серьезные. К началу лета бои снова приняли затяжной характер. 12 июня в Ханой прилетел председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. Неофициальной целью этого визита была попытка убедить Хошимина в необходимости начала переговоров с американцами о прекращении войны. Переговоры продолжались 4 дня. В Москву Подгорный вез необычный подарок от Хошимина. Фрагмент неразорвавшейся американской авиабомбы МК-83 с лазерной головкой самонаведения. Его подняли вьетнамские солдаты со дна реки у разрушенного моста вблизи города Тханьхао. Необычный трофей тут же передали специалистам московского секретного предприятия регион. В области управляемых авиабомб к этому времени наше технологическое отставание казалось непреодолимым. А в этот момент всегда происходит что? В этот момент происходит такая истерика наверху. Затем значит очень срочное задание немедленно, немедленно догнать, перегнать и в кратчайшие сроки и так далее, и так далее. В свои разработки специалисты региона начали с подробнейшего изучения фрагмента американской авиабомбы, привезенной из Вьетнама. Когда появляется какой-то новый образец, какой-то новый образец у нас ли или там с той стороны, и он попадает в чьи-то руки, и вот тут же начинают воспроизводить, и если он удачный, он является тем толчком, который порождает целое поколение такого оружия. Изучив трофейную лазерную головку самонаведения, конструкторы поняли, что просто скопировать американскую разработку не получится. Особенности устройства хвостовой части отечественных авиабомб не позволяли подвесить их под днищем самолета в нужной плоскости. Поначалу предполагалось сделать складное оперение для бомб, но в таком случае конструкция получалась очень сложной. Разгорелись жаркие дискуссии в конструкторских кабинетах. Создание вот таких вещей, начиная от стратегических установок и кончая самой организацией и теми или иными решениями, она всегда сопряжена с очень острыми и болезненными конфликтами, которые прежде всего падают, конечно, на главного конструктора, его непосредственных, значит, помощников и всю ту кооперацию людей, которые вовлечены. В итоге было найдено простое и эффективное решение. Чтобы не переделывать конструкцию хвостового оперения бомб, было решено изменить способ их подвески к самолету. Уже в 1976 году на полигоне в Афгабе начались масштабные государственные испытания новой корректируемой бомбы серии КАБ-500. Лазерная бомба, она послужила родоначальником следующих поколений, которые в дальнейшем развивались уже системным образом и с другими системами самонаведения. В качестве мишеней выставлялись обычные железные бочки, в которые предстояло попасть с 5-километровой высоты. Отклонение бомбы в несколько метров считалось промахом. За несколько лет испытательных бомбометаний на полигоне в Ахтубе случилось всего одно чрезвычайное происшествие. И связано оно было не с конструкцией нового оружия, а с элементарной халатностью одного из пилотов, который по непонятным причинам еще до взлета нажал кнопку сброса бомбы. Трагедия не случилась только потому, что опытный образец не был начинен взрывчаткой. После завершения испытаний авиабомбы класса КАБ-500 стали поступать на вооружение. Таким образом, всего за 4 года было ликвидировано опасное технологическое отставание нашей страны в области управляемых авиабомб. Но это было только началом большой работы. Практически сразу после окончания испытаний бомб с лазерными головками, конструкторы региона приступили к разработкам телевизионных систем наведения. Дело в том, что при использовании лазерной системы, летчик должен был управлять полетом бомбы вплоть до взрыва. Таким образом, на продолжительное время самолет оставался заметным для наземных радаров. Наведение бомбы на цель с помощью микровидеокамеры позволяло производить бомбометание по принципу «выстрелил-забыл». Новые бомбы получили индекс УАП-500. Корректируемые авиационные бомбы, в принципе, позволяют хорошим нашим специалистам военно-воздушных сил, как бы из-за угла попадать в цель, которую на момент сброса еще не видно. Главным преимуществом отечественных авиабомб с телевизионной головкой наведения является их способность четко распознавать малозаметную и даже хорошо замаскированную цель. В декабрь 1979 года. После долгих споров на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято коллегиальное решение о вводе войск в Афганистан. Отсутствие четкой линии фронта, плохое знание местности, требование командования свести к минимуму потери среди мирного населения – все эти факторы чрезвычайно усложняли работу советских летчиков. Велась там практически партизанская война. И для отыскания, поражения малозаметных целей, хорошо замаскированных и укрепленных обычными средствами, результата было достаточно трудно, потому что, ну, как я уже говорил, ковровое бомбометание – это приводило к ненужным жертвам среди мирного населения. Для обустройства своих тайных баз маджахеды стали активно использовать пещеры в горах. Уничтожение таких объектов с применением танков и артиллерии было невозможно, а десантные операции с участием пехоты приводили к неоправданно большим потерям. В горных условиях очень много всевозможных препятствий, различных ущелья, пещер, прикрытие вот горами, и обычный взрыв, обычная бомба, как мы его привыкли видеть, он как бы не может нанести каких-то серьезных поражений. Задача казалась неразрешимой, и тогда конструкторы региона предложили Министерству обороны неожиданную идею – вместо обычного порохового заряда начинять управляемую бомбу с сжиженным газом. После взрыва бомбы газовая смесь воспламенялась и просто выжигала все живое на расстоянии в несколько десятков метров. Укрыться от такой бомбы в пещере стало невозможно. Март 1995 года. После кровопролитного штурма Грозного федеральные войска взяли под контроль всю равнинную часть Течни. Остатки дудаевских формирований оттеснили в горы. И вновь наши летчики сталкиваются с необходимостью нанесения точечных бомбовых ударов в горной местности. Когда ущелье перекрывает мост, и вот работали нашими авиабомбами, были такие случаи, что просто в этом бетоне пробивается дырка, как все равно болванкой, а сама бомба взрывается где-то внизу в ущелье. Евгения Шахиджанова вызывал для объяснений первый вице-премьер правительства России Олег Сосковец. Почему мы вот столько затратили на высокоточное оружие, почему мы там не можем чего-то решить, какой-то объект там, в Грозном, значит, поразить самолеты, все, есть, вот езжайте туда вроде, сами поражайте и так далее. Шахиджанов убеждал вице-премьера, что изделия его предприятия должны работать нормально. И проблема, по его мнению, заключалась в ином. У бомбы имеется взрыватель, который взрыв производит. Он может работать при мгновенном касании, может иметь замедление для того, чтобы зайти в грунт и там взорваться. Но это делает летчик. Если он работает по поверхности, он должен с кабины установить мгновенный взрыв. На следующий день из Чечни прилетел министр обороны Павел Грачев. И разбирательство продолжалось уже в его присутствии. Прилетел Грачев, мы собрались на следующий день, но он говорит, при чем тут оружие? Оружие у меня полно, вот на базах лежит, самолеты тоже есть, но летчики, которые это оружие принимают, у меня их нету подготовленных. Керосина не было, их обучить. И все, этим делом все кончилось, применение высокоточного оружия. Эти заявления Павла Грачева всегда вызывали протест у летчиков. По объективным данным, во время применения управляемых авиабомб, показатель точности попадания в цель достигал 95%. Просто из опыта службы в военно-воздушных силах я знаю, что доверяют применять высокоточное и очень дорогое оружие наиболее подготовленным летным экипажам. Март 1999 года. Военная операция сил НАТО против Югославии началась с массированных бомбардировок Белграда. Наряду с крылатыми ракетами «Томагафр» американские ВВС широко применяли управляемые авиабомбы. Были подавлены большинство средств противовоздушной обороны вот этими точечными ударами. Правда, не одних только бомб, но и управляемых ракет. «Томагафки» там у них применялись. Но «Томагафки» — это очень дорогое оружие. Несколько раз цена его выше, чем, допустим, бомбы. Именно в Югославии стали очевидны недостатки систем самонаведения американских управляемых авиабомб. В случае слабой контрастности видеоизображения бомба самостоятельно выбирала более четкую цель. Свыше двух тысяч убитых мирных жителей Югославии стали жертвами этих конструкторских недоработок. 29 ноября 1999 года. Москва. Начальнику Главного разведывательного управления Генерального штаба совершенно секретно. По полученным сведениям, в США начаты работы по созданию сверхмощной управляемой авиабомбы «Муаф». Вес нового боеприпаса составит около 10 тонн. Вес взрывчатого вещества — около 8 тонн. Начальник первого управления ГРУ Генерального штаба. Январь 2000 года. Федеральные войска пять лет спустя вновь вынуждены возобновить военную операцию в Чечне. Но теперь исполняющий обязанности президента России Владимир Путин категорически требует у военного командования свести к минимуму потери как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. Вторая чеченская кампания отличается большей тщательностью подготовки военных операций и более широким применением специальной военной техники. И вновь были востребованы высокоточные управляемые авиабомбы. Ну, применение в Чечне совершенно не сопоставимо по тем масштабам, которые, допустим, были применены американцами в Югославском или на ближневосточных конфликтах. Но одиночные применения были, тем не менее. Разрушались прежде всего мосты, прежде всего мосты, затем укрепленные и хорошо защищенные точки вот типа складов или боевых позиций боевиков в горах, отдельные здания тоже. 10 февраля 2000 года. Ровно в полдень группа российских десантников в результате внезапного штурма захватила населенный пункт Итум-Кале в предгорьях Чечни. Еще один стратегический опорный пункт в Церженьюр полностью блокирован федеральными войсками. На пресс-конференции помощник президента России Сергей Естржемский заявляет, что для уничтожения лагерей боевиков в пещерах федеральными войсками применяются бомбы объемно-детонирующего взрыва. Подробности этих бомбометаний засекречены по сей день. По мнению специалистов в области создания управляемых авиабомб, российские разработки находятся на вполне сопоставимом уровне с западными аналогами. На предприятии регион развернуты работы над следующим поколением этого оружия. Завершается конструкторский этап создания авиабомб с системой спутникового наведения. Еще одна труднейшая задача – научить новейшие системы наведения самостоятельно опознавать цель при любой погоде и в любое время суток. Новое поколение 21 века – это уже не отдельные бомбы, это, будем говорить, система бомбового высокоточного вооружения, которое должно быть построено, во-первых, унифицировано, во-вторых, должно быть построено по модульному принципу, то есть вы можете комбинировать из определенных элементов, складывать домик под различные конкретные технические задачи. И как ни парадоксально, дорогостоящее, высокоинтеллектуальное оружие оказывается более экономичным, чем стандартное оружие. Как показывает практика, для решения одних и тех же боевых задач высокоточных боеприпасов используется в 8 раз меньше. Сегодня практически все ведущие страны мира активно работают над переоснащением своих армий высокоточным оружием. Такое оружие очень часто называют гуманным. Но, к сожалению, трагические факты гибели мирного населения в Югославии и в Ираке лишь подтверждают тот факт, что это оружие еще очень далеко от совершенства. И именно нравственный аспект этой проблемы Евгений Шахиджанов считает для себя особенно важным. Да, сегодня высокоточное оружие стоит недешево, но никакими деньгами не может быть измерена человеческая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова